Мои зрители очень часто просят меня рассказать о моём питании. Это очень трудный вопрос, потому что моё питание за последние 3,5 года постоянно претерпевает какие-то изменения. Я не стою на одном месте, я всё время развиваюсь, я всё время оттачиваю и совершенствую своё питание. Наблюдаю, как те или иные продукты влияют на изменения самочувствия, здоровья, настроения. Весь мой путь с 2016 года – это постепенный переход к естественному питанию. И на сегодняшний день у меня устоялось уже очень прочно 5 основных групп продуктов, без которых я не представляю свою жизнь, я не представляю своё здоровое питание. И эти продукты постоянно присутствуют у меня на кухне. Итак, знакомьтесь, 5 групп продуктов, которые всегда есть у меня на кухне и которые составляют основу моего здорового питания. Итак, первая группа продуктов – это фрукты. Почему именно фрукты? Ну, во-первых, потому что я больше всего люблю фрукты. Эта еда, мне кажется, наиболее вкусной, потому что я в детстве всегда мечтала, что когда я вырасту большая, я буду питаться только фруктами. И вот сейчас я осуществляю свою детскую мечту. Ну, во-вторых, я считаю, что фрукты являются наиболее естественной едой для человека. И поскольку я выбрала именно естественное питание для своей жизни, то фрукты составляют основную и главную часть моего питания. Наряду с тем, что я стараюсь, чтобы у меня всегда были фрукты местные и сезонные, ну, такие, скажем, как яблоки, конечно, у меня присутствуют и заморские, так сказать, фрукты, типа бананы, авокадо, крейпфруты. И в этом нет ничего противоестественного. Я знаю, что есть такая теория, якобы питаться фруктами нужно теми, которые произрастают в данной местности, только эти фрукты будут наиболее полезны для человека, который живет в данной местности. Но я не считаю, что это очень актуально, потому что современный человек не должен запирать себя в какие-то территориальные рамки по поеданию фруктов. И если есть такая возможность есть вкусные заморские фрукты, то почему бы этой возможностью не воспользоваться? У меня всегда есть сухофрукты. Я очень люблю курагу и предпочитаю курагу необработанную. Она имеет не очень взрачный вид, такая сухая, бледная. Но это как раз говорит о ее натуральности. Обычно я ее замачиваю на ночь, и к утру она приобретает довольно сочный и аппетитный вид. Самое распространенное возражение против поедания фруктов, это то, что фрукты якобы содержат много токсинов, и может их обрабатывают химикатами. На этом мне хочется задать вопрос. А что в наше время сейчас не токсично из продуктов? Зайдя в супермаркет, очень трудно найти какой-либо продукт, который не содержит токсинов. Практически вся еда, которая сегодня продается в магазинах продуктовых, это еда, которая содержит химические добавки. Поэтому как раз фрукты – это один из наиболее натуральных продуктов по сравнению с продуктами, которые продаются в упаковках долгого хранения. Как говорит Михаил Советов, если растение, несмотря на какие-либо химические обработки, всё-таки вырастило вот такой красивый, вкусный, сочный и ароматный плод, который хочется съесть, это значит, что этому растению удалось минимизировать вред химических токсинов и подарить человеку вот такой плод, пригодный для еды. Вторая, не менее важная часть моего питания – это овощи. Очень много овощей я выращиваю сама на своём участке, но есть, конечно, и те овощи, которые я покупаю. Капуста, свёкла, морковь, лук, чеснок и так далее, то есть грубые овощи – это те продукты, которые нам нужны для поддержания чистоты в нашем кишечнике. И очень частое возражение против поедания овощей – это то, что они якобы плохо воспринимаются и усваиваются в нашем организме. Друзья, здесь могу сказать только, повторить за Михаилом Советовым, то, что грубые овощи практически не усваиваются в нашем пищеварительном тракте и служат исключительно для того, чтобы наводить там чистоту и порядок. Поэтому те, кто освоил вкусные рецепты салатов щёток, находятся в более выигрышном положении по сравнению с теми, кто не умеет, не знает и не любит, как есть овощи, особенно грубые. Конечно, кроме грубых овощей у меня бывают и другие овощи. И ем я их как в сыром виде, так и в термически приготовленном. И к овощам есть точно такое же возражение, что они выращиваются на химически обработанной почве. Но здесь повторяться не буду. Отношение точно такое же, как и к фруктам. И любой вред относителен. Лучше поедать много химически обработанных овощей, чем колбасы, нашпигованные химическими добавками. И сделанные вообще непонятно из чего. Третье, очень важная составляющая часть моего питания – это зелень. Поскольку сейчас зима и свежей зелени практически не найти, то я заготавливаю очень много зелени со своего собственного участка и забиваю полностью свою большую морозильную камеру. Это и шпинат, и укроп, кинза, петрушка, ботва свеклы, салатные листья, ботва моркови, крапива. Всё это в огромном количестве находится у меня в морозилке. И я использую эту зелень как для приготовления зелёных коктейлей, так и для добавления во всевозможные салаты. О пользе зелени можно говорить очень много, практически бесконечно. А вот возражений против поедания зелени я, если честно, даже не смогла найти. Четвёртая группа – это жиры, как растительные, так и животные. Это и растительные масла, типа оливковое, подсолнечное и другие. Это и сметана, и сливочное масло, и самые разные орехи, и семена, типа кунжут, лён и так далее. И никогда в жизни мне не приходило в голову лишать себя жиров или как-то сознательно уменьшать их количество, просто потому, что я всегда интуитивно чувствовываю, что жиры мне очень нужны. Поэтому я себя никогда не ограничиваю в поедании жиров и доверяю этот вопрос полностью своему организму. И я абсолютно уверена в том, что если организму не хватает жиров, то тело будет очень чётко об этом сигнализировать, и отказывать ему в этом нельзя. Если же организм, так сказать, наедается жирами вдоволь, то он сам от них откажется, и тогда уже, конечно, впихивать себя насильно, какое-то масло или семена с орехами, будет совершенно неразумно. Основное возражение против поедания жиров заключается в том, что очень многие ошибочно считают, что жиры приводят к образованию подкожного жира, к увеличению веса. Это совершенно не так. К увеличению веса приводит избыток углеводов и неправильное сочетание продуктов, загрязнение организма самыми непотребными продуктами и употребляемых в большом количестве. Поэтому, когда жиры употребляются грамотно и в правильном сочетании, то от них однозначно, конечно, только польза. И, наконец, пятая группа продуктов, которая всегда присутствует у меня в питании, это всевозможные специи. Конечно, я не представляю свою жизнь без традиционного черного молотого перца. Практически в любом блюде у меня присутствует. Люблю зиру, люблю кориандр, красный жгучий перец, куркуму. В недавнем видео я вам рассказывала целую историю про куркуму. С некоторых пор в моей жизни появились новые специи, такие как сухой молотый манго, семена пажинника и многие-многие другие. Об этом было у меня отдельное видео о специях, о том, где я их покупаю. И ссылочку на это видео вы сейчас видите вверху экрана. А также внизу в описании к видео я вам дам ссылку на интернет-магазин индийских специй MyIndia, где я покупаю специи. И вы можете воспользоваться моим промокодом, по которому у вас будет скидка на покупку специй в этом магазине. Специи однозначно украшают наше питание. И в ближайшее время я намерена расширять диапазон специй. Не хочу ограничиваться вот таким скудным традиционным наборчиком из прошлой жизни. Хочется делать все новые открытия в мире специй. А, да, еще я люблю заваривать чай из имбиря. В общем, всякие всевозможные пряные, ароматические, острые, жгучие, интересные штучки явно украшают наше питание. И я также не могу найти возражений против употребления специй в современном питании человека. Это был обзор пяти основных групп продуктов, которые присутствуют в моем питании. И более подробная информация по оздоравливающему питанию находится в моем обучающем курсе. Ссылку на который вы найдете внизу в описании к этому ролику. Надолго не прощаюсь. Ваша Байча. Субтитры подогнал «Симон»